Приветствую вас. Вопрос про ложь со стороны ребенка, 9 лет, в адрес учительницы. Вот, значит, история о том, что маме, дочери и автору вопроса учитель пообещал, что связаться с ней, с дочерью. Вот, пока дочь лежала в больнице, она говорила, что учитель ей не писал и не звонила. А, соответственно, когда ребенок выписался, то в WhatsApp, значит, у нее выяснилось, что много сообщений от учительницы, но не отвечено. Вот. На них не отвечала дочь. И, соответственно, теперь она морочит голову, что детка от меня говорила, что учительница ей писала, просто я не расслышала. Вот. Значит, что спрашивает автор вопроса? «Зачем она благовала учительницу? Что ей это дает? Вот. Что ей эта ложь дает?» Спрашивает автор два раза. Ну, вот, понимаете, какая штука. Безусловно, мы не знаем, что ей эта ложь дает, кроме некоторых таких общих моментов, связанных с вранью. Человек врет, когда не принимает себя. То есть ложь происходит, когда человек пытается, ну, скажем так, сохранить и поддержать свой образ какой-то. И в этом смысле ложь нужна как раз таки для того, чтобы образ этот поддерживать. И, соответственно, почему-то вашей дочери важно поддерживать свой вопрос. Ей это важнее, чем говорить правду. Конечно, вопрос остается, как бы, почему, да? То есть вам несложно поверить в то, что у вас именно враньем никто не занимается. Но вам, как бы, легко предположить, что в вашей семье озабоченные могут быть тем, чтобы казаться они быть. И если это так, то ничего удивительного в вранье ребенка нет. Вот. Следующий момент, который я бы хотел, наверное, раскрыть, это момент того, что вы, ну, видели ее ватсап, видели ее телефон. Соответственно, что вы, ну, как бы, вы имеете доступ к ее телефону. Это тоже очень важный момент, потому что, на мой взгляд, это нарушение личных границ человека. То есть, на мой взгляд, то, что вы сделали, а именно, вот, то, что вы, по сути, как бы, ну, узнали, что у вашей дочери в телефоне, говорит о том, что как-то вот личные границы ее вы не уважаете. И, на мой взгляд, это является серьезной проблемой. Потому что отсутствие личных границ, ну, как бы, у человека, вызывает ощущение, ну, вот, некого такого, я бы сказал, дискомфорта, некого такого, я бы сказал, ну, некой такой неуверенности в себе, некой такой тревоги, вот, на мой, по крайней мере, взгляд. И, соответственно, в этом и может заключаться основная проблема, в этом и может заключаться основная трудность, которая присутствует у вашего ребенка, а именно, именно чувство незащищенности. Вот, понимаете, да, что я имею ввиду? Поэтому, если мы как-то, вот, говорим про то, где бы или у кого бы она могла этому научиться, вот, то я бы, наверное, в первую очередь смотрел бы на эту вот, в эту сторону. Вот, в сторону уважения вашего ребенка, в сторону какого-то, какого-то вот, ну, так скажем, в сторону свободы вашего ребенка и так далее, я бы вот смотрел в эту, в эту сторону. И смотрел бы я в сторону того, да, что ребенок, ну, вот, таким образом, как мне кажется, ребенок пытается справляться со своей вот тревожностью такой. ребенок пытается таким образом, вот, что называется, компенсировать, вот, что-то, ну, компенсировать именно, вот, ну, в себе, да, пытается сделать это, пытается, пытается компенсировать, вот, и, соответственно, отсюда такое вот его поведение и возникает, по большому счету. Вот, понятно, что здесь, в принципе, есть нюансы и понятно, что здесь, вот, в принципе, есть какие-то свои тонкости, да, свои детали, вот, которые, ну, которые, ну, которые нужно, нужно учитывать в этом, вот, смысле. Ну, на мой взгляд, основная проблема, она заключается именно в этом, что ребенок, по сути, вот, находится, как бы, ну, вот, в таком вот, ну, в такой, я бы сказал, ну, незащищенности, как бы, да, вот, и это, собственно, то, что является, наверное, серьезной проблемой прямо сейчас. Вот, поэтому, соответственно, я бы здесь не допытывался бы у ребенка, зачем она врет, потому что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, не так это важно, вот, я бы больше, наверное, спросил, ну, как бы, ребенка о том, что у него вообще, вот, как бы, с учителем. Ну, происходит, да, то есть, вот, какие у него вообще, как бы, отношения с учителем, в принципе, сейчас, на данный момент, вот. Зачем вообще учитель пытался, вот, ну, дозвониться, да, и зачем пытался связаться, для чего? Вот, это первый аспект. Второй аспект, на который я бы хотел обратить внимание, пожалуй, да, это аспект того, что, ну, если, как бы, учитель вам сказал, что, ну, созвониться, да, с вашей дочерью, вот, то, на мой взгляд, ну, ему, как бы, и созваниваться, на мой взгляд, ему этот вопрос решать. То есть, так получается немного странно, что сперва ребенок, как бы, общается, вроде как, только с учителем, и коммуникация происходит между ним и учителем, потом вмешиваетесь вы, и, в общем-то, ну, получается так, что уже, ну, уже, вроде как, и не только ребенок с учителем взаимодействует, да, но еще и вы. И тут, как бы, в этом смысле, ну, о себе, в общем и целом, заявляете. Вот. На мой взгляд, это также, вот, ну, в какой-то степени, я бы сказал, нарушение, нарушение личных границ ребенка. Вот. То есть, это, на мой взгляд, тоже, вот, то, на что вам нужно здесь обратить, вот, свое, свое внимание. Ну, потому что, в противном случае, отношения между вами и ребенком, ну, будут, как бы, дальше, только становиться хуже. Вот. А я не думаю, честно говоря, что вы этого хотите. Вот. Поэтому тут решать, решать, безусловно, вам, вот, как себя вести, да, тут, безусловно, вам решать, вот, ну, в какую, в какую сторону двигаться. Но мне кажется, что сейчас вы движетесь, вот, в сторону, немножечко, не такую, эм, вот, которая бы способствовала, эм, ну, способствовала, эм, улучшению климата между вами и, эм, ну, климат, эм, вот, пожалуй, эм, такой ответ я бы мог дать. То есть, меня, лично, лично меня, да, эм, наверное, тревожит больше всего, эм, в этой, эм, ситуации то, что вас, как будто бы, интересует именно больше, эм, то, зачем она это, эм, делает, да, зачем она, вот, так, эм, там, ну, условно говоря, поступает, вот. Эм, меня больше приводит этот момент, эм, а не, вот, например, эм, то, что вы интересуетесь, эм, меня приводит то, что вы не интересуетесь, как бы, эм, состоянием своего ребенка, вот. Эм, ну, вот, скажем так, эм, ну, психологическим состоянием вашего ребенка, да, вот, то, как ему, что, вот, эм, как бы, эм, с ним, с ним, эм, вот, происходит и так далее. То есть, вот, меня это, честно говоря, немножечко беспокоит, вот, естественно, вы можете, эм, с этим не согласиться, я думаю, что, эм, вы имеете на это полное право, вы имеете полное право с этим не соглашаться, не соглашаться, но, эм, вопрос, как мне кажется, заключается в том, да, чего вы хотите, вот, если вы хотите, чтобы, чтобы, эм, чтобы, вот, эм, ваше взаимодействие с ребенком, эм, было искренним, да, чтобы в нем, чтобы в нем было, эм, меньше, допустим, ну, меньше вранья, меньше, эм, эм, лжи, меньше, вот, что называется, эм, какого-то, вот, эм, негатива, да, вот, то для этого нужно, конечно, эм, конечно, для этого нужно что-то, что-то делать, и, самое лучшее, что вы можете сделать, это, вот, эм, как бы, ну, наверное, наверное, пересядь, давить на ребенка, в первую очередь, а, вот, и, эм, не давить на ребенка, а именно, вот, эм, постараться его, постараться его понять, постараться понять, постараться увидеть, как бы, что вот за этим, за его, эм, эм, такой вот поведенческой реакцией скрывается, да, потому, потому что, эм, как правило, как правило, за такой поведенческой реакцией скрываются, ну, в общем и целом, эм, страхи, за, эм, такой, эм, поведенческой моделью, как правило, эм, скрывается, эм, тревога, и, в общем-то, эм, желание, эм, того, чтобы, эм, меня оценили, чтобы меня поняли, эм, чтобы меня любили, вот, эм, эм, и ребенок, эм, почему-то не видит, эм, эм, ну, другого, эм, способа, эм, это для себя получить, и вот этот момент, ну, очень, эм, тревожен, на самом деле, этот момент очень, эм, меня, например, эм, тревожит, вот, этот момент меня, эм, на самом деле, беспокоит, вот, понимаете, да, вот, поэтому я думаю, что, эм, такой ответ вам, в принципе, можно, эм, сейчас, предложить, эм, с точки зрения, эм, эм, ну, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, эм, с точки зрения моего опыта и моих ценностей. Эм, на что еще хочется обратить внимание, это на то, как, эм, вот как вы, эм, сами к этому относитесь. То есть, я имею ввиду, как вы сами, какой вы, эм, сами, эм, себя, ну, как бы чувствуете, да, в этом, вот, аспекте. Эм, почему это важно, потому что, эм, чтобы не было, эм, в данном, эм, случае, такого, эм, момента, что вы, да, на ребенка, эм, своего, переносите, эм, свои, вот, эм, свои переживания, вот. Чтобы не было такого, эм, вот, чтобы здесь все было максимально, ну, вот, эм, максимально, эм, честно для вас, максимально корректно для вас, вот. Чтобы вы максимально, эм, были, были ребенку, ну, так, так скажем, открыто, вот. Если для вас это возможно, если для вас это реально, вот, то я бы, я бы рекомендовал, эм, вот, двигаться в этом направлении, вот. Ну, а если нет, то, эм, соответственно, я бы рекомендовал вам, эм, психотерапию, рекомендовал вам, эм, эм, помощь психолога для того, чтобы, эм, ну, в первую очередь разобраться как-то в себе, да, вот. И уже потом, эм, когда вы разберетесь в себе, вот, чтобы, там, после этого, после того, как вы разберетесь в себе, чтобы уже взаимодействовать с ребенком, так скажем, полноценно. Сейчас пока этого, к сожалению, не происходит. Вот. А, вот такой ответ я бы мог вам, эм, дать и предложить сейчас с позиции психологии, с позиции психотерапии. Я надеюсь, эм, что помог вам. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. А, я, э, хочу пожелать вам, эм, всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи. Хочу, эм, пожелать вам некой такой, знаете, эм, терпимости, что ли. Вот. И надеюсь, что, эм, ситуация разрешится благополучным образом для вас и для вашего ребенка. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Субтитры подогнал «Симон»